Знаете ли вы, как правильно заполнять мета-информацию для низкочастотных запросов, чтобы получить максимальное количество кликов? Title и Description это первое, что видит пользователь в поисковике, при этом Title является прямым алгоритмом ранжирования. 80% поисковых результатов не открываются из-за непривлекательности ваших сниппетов, а именно Title и Description. Дорогие друзья, я у Литовский Анатолий, сегодня я расскажу вам, как правильно заполнять мета-информацию для низкочастотных запросов. В предыдущем уроке вы узнали про технику Эверест, с помощью которой можно увеличить трафик в 10 раз. С помощью данной техники можно максимально эффективно прописать мета-информацию для высокочастотных и среднечастотных запросов, чтобы не потерять 80% кликов. Сейчас я вам расскажу, как так же правильно написать мета-информацию для низкочастотных запросов. Изначально давайте разберем, зачем вообще уделять внимание низкочастотным запросам. Для малого и среднего бизнеса очень сложно конкурировать с крупными сайтами, которые забрали весь топ по высокочастотным и среднечастотным запросам. Продвижение по этим запросам отнимает больше полугода, иногда до года, и не всегда дает результатов в долгосрочной перспективе. Такая работа требует огромного бюджета, иногда десятки и даже сотни тысяч долларов. Эти инвестиции долгосрочные и рискованные, потому что в топ-10 можно и не попасть. Вы не одни на рынке, у вас сотни других конкурентов, которые уже в топ-10 и вкладывают огромные деньги, чтобы оттуда не вылететь. Им намного проще, потому что они вкладывают деньги со своей прибыли, а вы только планируете забраться на эту вершину. Что же делать в такой ситуации? Молодому сайту необходимо концентрироваться на низкочастотных запросах. Согласно анализу компании МОЗ, 80% всех покупок в интернете происходит от низкочастотных запросов. Поэтому изначально выберите запросы, по которым вы можете конкурировать уже в ближайшее время. Самое интересное, по ним проще конкурировать, так как 15% новых поисковых запросов появляются ежедневно. Изменяется ли ранжирование в Google в реальном времени? Да, мы должны это делать, потому что около 15% абсолютно новых поисковых запросов мы получаем ежедневно. Поэтому мы не можем изменять ранжирование в будущем времени. Нам надо быть готовым дать ответ на вопрос в настоящем времени, при этом учитывать персональную выдачу под каждого пользователя. Получается, про огромное количество поисковых запросов не знают известные инструменты, так как они появляются каждый день в огромном количестве. Соответственно, не знают и крупные веб-сайты, которым надо постоянно конкурировать по высокочастотным и среднечастотным запросам. У них просто нет времени на новые низкочастотные запросы. Как же найти эти ключи? Для этого используйте подсказки Google и Яндекс. Поисковые подсказки – это первое, что видит пользователь при вводе поисковой фразы. Сейчас я вам расскажу про метод, который дает максимальное количество кликов. В контекстной рекламе уже есть похожий инструмент, который создает название объявления, соответствующее поисковому запросу. С помощью данного инструмента получает максимальное количество кликов, так как запрос пользователя равен заглавию объявления. Давайте я вам покажу, как правильно собирать семантическое ядро, которое будет работать как для SEO, так и для контекстной рекламы. Для этого необходимо использовать поисковые подсказки. Давайте рассмотрим на примере. Допустим, вы занимаетесь продажей женской одежды в интернете. Так и напишем «Женская одежда», «Интернет», «Магазин». Далее выбирайте подходящий вариант под ваш контент. К примеру, у вас недорогая одежда. Недорогой одежды. И продаете вы по всей России. Выбираем этот вариант. Мы получаем низкочастотный запрос. Вы можете проверить его реальный трафик. Давайте используем Wordstat Яндекс, бесплатный инструмент. Что мы видим? 157 показов в месяц. Давайте это ключевое слово приведем в читабельную форму для нашей метаинформации. Лучше всего использовать калькулятор качества заголовка, чтобы проконтролировать размер и действительные параметры качества. Вводим сюда ключевое слово и оптимизируем. Я поставлю интернет-магазин в начале. Вы можете сделать по-своему. Интернет-магазин. Следующим вариантом я бы поставил недорогой. Недорогой. Женской одежды. Дважды одежды писать не будем. И Россию приводим в читабельную форму. Пишем в России. У нас получилось количество символов 50. Что соответствует стандартам качества. Давайте проанализируем и получим нашу оценку. Она составляет 79. Это довольно-таки высокая оценка. Копируем полученный вариант и вставляем в админку нашего сайта. Тайтл у нас готов. Следующим вариантом вам необходимо оптимизировать description. Или описание страницы. Для этого необходимо использовать схожие запросы. Идем вниз страницы и смотрим какие еще запросы предлагает поисковик. У меня IP Украина, поэтому мне предлагают варианты для Украины. В данной ситуации вы можете использовать другой калькулятор. Я его нашел в интернете, очень интересный. Скопируем наше ключевое слово. И вставим в данный калькулятор. Просмотрим какие варианты схожие ключевые слова мы можем найти. Так, что мы видим? Наложенным платежом. Копируем, вставляем наложенным платежом. Что еще соответствует нашему товару? Отечественного производства производителя. Копируем, вставляем отечественного производителя. Так, в розницу. В розницу вставляем. В розницу. Смотрим, что еще. Бесплатная доставка. Наложенным платежом, бесплатная доставка. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Да, если у вас есть бесплатная доставка и наложенный платеж, то, в принципе, можете использовать эти варианты. Далее нам необходимо это все оптимизировать в читабельную форму. Пишем продажа. Еще раз используем основной ключ женской одежды. Отечественного производителя в розницу. Наложенным платежом. И с бесплатной доставкой. В конце мы можем использовать такую фразу, которая тоже увеличивает процент кликабельности. Получить бесплатно. На сайте вы можете, допустим, если вы продаете женские платья, предлагать бесплатно PSA к этим платьям. Или какие-нибудь сертификаты. И любые другие преимущества. Но вот эта фраза, она увеличивает процент кликабельности. Мы оптимизировали наш тайтл и дескрипшн согласно данным ключевым словам. Вы можете это все добавлять на сайт и получать реальный трафик. Вы получили трафик по низкочастотным запросам. Переходите на средние и высокочастотные запросы. В следующем видео мы ответим на вопрос, сколько стоит SEO. А если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. На каждый вопрос мы обязательно ответим. До новых встреч.